Монумент независимости на Майдане стал отправной точкой и эпицентром революции достоинства. В этом году там открыли выставку, посвященную событиям тех дней. Экспозиция «Майдан. Ландшафты памяти». На огромных металлических стендах фотографии героев и событий революции достоинства. Михаил Исканева с траурным букетом алых роз. В эти дни в 2013-м, как раз перед разгоном студентов, также было холодно. Я называл детвору сверчками, подбадривал шутками. За это время много крови пролилось в Украине. Потери тяжелые, давят душу, но они не напрасны. Восстание украинцев против диктаторского режима – это страница европейской истории, которую нужно сохранить и популяризировать, считают организаторы выставки. Тут запечатлены факты, которые раскрывают атмосферу тех событий и мировоззренческие вещи, над которыми стоит задуматься и которые стоит доносить школьникам, студентам, иностранным гостям. Герои «Небесной сотни» отдали жизни за то, чтобы никто никогда не пытался унизить украинцев при любой власти. Это не жертва, это величие героизма погибших ребят. Выставка будет действовать до конца зимы. Потом стенды передадут в будущий музей революции достоинства. На международный архитектурный конкурс проектов по строительству национального мемориального комплекса Героев «Небесной сотни» музея революции достоинства прибыло 66 заявок из 12 стран. Этот участок, который выделен синим, уже полностью оформлен под музей революции достоинства. По самому мемориальному комплексу объявлен конкурс на разработку проектов. Результаты первого этапа будут 20 февраля, 2 июня. Мы надеемся, что мемориал откроется в 2019 году. На создание музея революции достоинства потребуется чуть больше времени, около пяти лет. В нем будет представлено более трех тысяч экспонатов символов революции.